Беседа 33. Бытие 13.24. Видя сегодняшнее ваше усердное собрание здесь и расположение к слушанию, хочу отдать вам долг, которым обязан я вашей любви. Знаю, что вы, может быть, и забыли уже об этом долге, потому что много дней прошло между прежними и нынешней беседою, и наше собеседование отвлекалось к другим предметам. Наступление святого праздника пресекло у нас порядок по учению. Неприлично же было, чтобы в то время, когда мы праздновали Кресту Господню, преподавалось у нас учение о других предметах, надежало на каждый день предлагать вам сообразную с ним трапезу. Поэтому, когда наступил день предания Христова Иудою, мы, прервав порядок по учению и соображаясь со временем, обратили слово на предателя и затем предложили вам поучение о Кресте. Потом, как настал день воскресения, нужно было научить вашу любовь о воскресении владычьим, а следует, как и со воскресения Христовым, совершив, что мы и сделали, когда, взявшись за деяния апостольские, изготовляли вам оттуда постоянное пиршество, а вновь удостоившимся благодати крещения предлагали каждый день обильные увещания. Теперь же надо бы напомнить вам о долге и тотчас сделать удовлетворение. Если вы по причине развлечения множеством забот и не знаете, в чем состоит этот долг, потому что имеете заботу и о жене, писетесь о детях, промышляете о насущном хлебе и развлекаетесь множеством других житейских попечений, зато мы ничем таким не смущаемы и напоминаем вам о долге и готовы отдать его. И не удивляйтесь, что мы выказываем такую готовность выплатить долг. Свойство этого долга противоположно чувственному богатству. Там должник не так-то скоро покажет такую готовность, зная, что уплата долга у него уменьшит имение, а у получающего увеличит достояние. Но в этом духовном долге нет ничего такого. Напротив, здесь и должник, уплатив долг, становится гораздо богаче, и у получающих увеличивается богатство. Поэтому у тех бывает много неудовольствий при уплате долга, а здесь для обоих большая прибыль и для уплачивающего, и для получающих. Это самое внушает блаженный Павел в отношении к любви, когда говорит «Никому ничем не бывайте должны, кроме взаимной любви к друг другу». Показывая, что этот долг, будучи всегда уплачиваем, никогда не прекращается. Впрочем, не должно быть небрежным и вам, когда располагаетесь получить долг, потому что ваше усердие и нас, уплачивающих долг, сделает более богатыми, и вам доставит больше пользы. Итак, если таково свойство этого долга, что чем больше мы будем уплачивать его, тем больше будем умножать собственное достояние, то вот мы покажем, наконец, вам, в чем состоит наш долг, чтобы и вы с большим усердием приняли слова наши и, оценив нашу готовность, вознаградили нас тщательным вниманием к тому, что мы будем говорить. В чем же состоит долг? Вы знаете и помните, что мы изложили следующее обстоятельство в жизни патриарха Авраама. Его путешествие в Египет по причине голода, похищение Сары фараоном и негодование, которое Бог, промышляя о праведнике, показало над самим фараоном и над всем домом его. И тем предуготовил патриарху весьма славное возвращение из Египта. Поэтому мы и читаем 12.20. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и лото с ним. Остановив на этом слово, мы обратили его во все последующие дни к учению о предметах, соответственных тому времени. Поэтому сегодня надо бы восстановить порядок. И как бы в одно тело соединить то, что будет говорено с тем, что уже сказано. Таким образом и по учению наше будет вам удобово-разумительно. Но чтобы слова наши были тем яснее для вас, следует предложить любви вашей и самое начало нынешнего чтения. И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. Не пройдем этого чтения без внимания. Мы постараемся ясно усмотреть точность Божественного Писания. Как оно ничего не рассказывает нам ненужного. Авраам, сказано, был очень богат. Заметь, во-первых, что оно не просто указало, не напрасно и не без причины, именно теперь называет его патриарха богатым. В самом деле, нигде в другом месте оно не упомянуло, что он был богат. Но только теперь, в первый раз. Отчего это и для чего? Для того, чтобы познать, познал ты благоизобретательность премудрости Божией и необычайную и беспредельную силу промышления, какое он явил в отношении к праведнику. Тот, кто по причине сильного голода и не в состоянии был более жить в Ханане, должен был отправиться в Египет. И вдруг стал богат, и не просто богат, но очень, и не скотом только, но серебром и золотом. Триста пятьдесят пять. Видишь ли, каково промышление Божие? Пошел Авраам искать облегчение от голода, и возвратился не только, спавшись от голода, но и стяжах великое богатство и несказанную славу всем показав о себе, кто таков был он. Теперь уже и хананеськие жители лучше узнали добродетель праведника, когда увидели, какая внезапная произошла перемена, и каким богатством обладает этот странник, который пошел в Египет как беглец-искиталец. Замечая при том, что он и от великого счастья, от избытка богатства не сделался надменнее и беспечнее, но опять спешит в то самое место, где был прежде до отшельствия в Египет. Посуди, как он любил тишину и спокойствие, и постоянно прилежал к служению Богу. Он дошел сказанно до того места, где прежде он создал жертвенник и призвал имя Божие. И таким образом задолго прежде и заранее исполнил уже то, что было сказано Давидом, что лучше для меня быть в доме Бога, нежели жить в сотрах нечестия. Пустыня ради призвания в ней имени Божьей была для него дороже городов. Он знал, знал, что и величие городов составляет не красота зданий и не многочисленных жителей, но добродетель обитателей. Вот почему и пустыня, украшаемая добродетелью праведника, стала лучше городов и знаменитие обитаемой земли. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий, крупный скот и шатры. Не только у самого патриарха умножилось имени, но и у лота. Может быть, иное сам патриарх, будучи щедр, подарил клемяннику, а иное дали ему и другие из уважения к патриарху. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество и было так велико, что они не могли жить вместе. Смотри, как избыток богатшего точно становится причиной разделения. Производит разрыв, нарушает согласие, расторгает узы родства. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. Смотри, как слуги полагают начало раздору. Отсюда-то и всегда возникает зло. От худого нрава служителей. Они-то и подают повод к разделению, нарушают согласие, выказывают сильное недоброжелательство друг другу. Хананеи, Ферезеи тогда жили там, на земле. Для чего заметило это нам Божественное Писание? Так как оно сказало, что не вмещала их земля жить вместе, то и хочет показать нам причину этого. Потому то есть, что не вмещала их земля, что была еще занята этими народами. Но посмотрим на боголюбивое расположение души патриарха. Как он своей кротостью погашает, готовый уже вспыхнуть пламень. И сказал Авраам Лоту, Да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими, и пастухами твоими. Ибо мы родственники. Обрати внимание на глубину смирения, высоту любомудрия. Старец, человек преклонных лет, называет юношу племянника своего братом, ставит его наравне с собою, и не усвояет себе никакого преимущества перед ним. Но говорит, да не будет раздора между мной и тобою. Неприлично, говорит, быть этому, потому что мы братья, родня. Видишь, как он исполняет апостольскую заповедь, которая говорит, и то уже весьма унизительно, что у вас есть распри. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными, и не претерпеть. Но вы сами обижаете, и лишаете. Да притом и братьев. 1 Коринфянам 6.7 Все это исполняя на деле, патриарх говорит, да не будет раздора между пастухами моими и пастухами твоими. Что может быть миролюбивей этой души? Так не напрасно и не без причины, сказал я выше, что Авраам по любви к миру и безмятежию ставил пустыни выше обитаемой земли. Смотри, как и теперь он, узнавши точно, что пастухи ссорятся между собою, тотчас же в самом начале пытается погасить готовый вспыхнуть пламень и прекращает раздор. Действительно, ему, призванному быть учителем любомудрия для всех, живших в Палестине, надлежало ничем не подавать им соблазна или дурного примера. Напротив кротости своего нрава сильнее трубы вразумить всех их и сделать подражателями своей добродетели. Да не будет раздора между мной и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. 357. Смотри, он говорит с ним, как с равным себе, тогда как вся ссора возникла, мне кажется, не из-за чего-то иного, как из-за того, что пастухи патриарха не позволяли тем пастухам лотовым пользоваться одинаково и с ними свободою. Но праведник все делает скротостью, желая показать высоту своего любомудрия и научить не только своих современников, но и все последующие роды. Никогда не допускать, чтобы служащие нам ссорились с ближними, потому что их ссоры делают великое бесчестие нам, и происходящее между ними не им вменяется, но обращается в лукаризну нам. И так прилично ли, чтобы те, которые суть братья между собою, имеют не только одну природу, но и общее родство, и присуждены жить здесь, как странники, чтобы эти люди, то есть Авраам и Лот, впадали в такого рода ссоры, тогда как они должны быть для своих слуг учителями кротости и смирения и всякого любомудрия. Да слышат это те, которые считают себя свободными от упрека, когда своим домашним по привязанности к ним позволяют хищничать, лихоимствовать, делать соседям бесчисленные обиды, и в городах, и на полях отнимать у одного поля, у другого дом, и даже за это выказывают к ним еще больше благоволения. Пусть несправедливость была делом другого, но и ты сделался участником в ней, не потому только, что порадовался этому и думал, что от этого прибавится у тебя имущество и больше будет богатства, но и потому, что не воспрепятствовал совершению этой несправедливости в самом начале ее. Кто мог остановить обидчика и не сделал этого, тот не меньшему, чем обидчик подвергнется наказанию. Не будем же, умоляю, обольщать себя, но, как сами, будем избегать хищения, любостяжания и умножения своего богатства подобными средствами. Так и своим домашним станем внушать не делать ничего такого. Преступление их не освобождает нас от вины, напротив, подвергает еще большему осуждению, поскольку они отважаются делать обиду из угождения нам, и, губя собственное спасение, вместе с собой увлекает и нас в погибель. А если мы решимся быть внимательными, то и сами избавимся от такой гибели, и их удержим от злого намерения. И не говори мне этих слов пустых, что мне за нужда? Ведь не я похитил. Я ничего не знаю, другое сделал. Я не участвовал в обиде. Это только отговорка и пустое оправдание. Если хочешь доказать, что ты не был сообщником в обиде, не содействовал, не был виновником хищения, то поправ сделанное, поправь. Успокой оскорбленного, возврати похищенное. Таким образом и ты себя освободишь от нареканий и обидчика исправишь, доказав, что не по твоему желанию он сделал зло. И бедному утешив его, не попустишь погибнуть от печали. Какой он подвергся бы из-за потери. Видишь кротость, видишь смирение Авраама. Послушай, что следует и далее, чтобы узнать все величие его любомудрия, как он разрешил спор и прекратил растрю. Не ся ли земля перед тобою, отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево. Усматривай здесь любомудрие и глубокое, смиренно мудрие праведника. А еще прежде этого подумай, возлюбленный, какой вред происходит от богатства и какое расстройство от великого избытка. Умножились стада, притекло великое богатство, и тотчас пресеклось согласие. И там, где был мир и союз любви, явились ссоры и вражда. Подлинно, где мое и твое, там все виды вражды, источник ссор. А где нет этого, там безопасно обитает согласие и мир. И чтобы увериться тебе в этом, послушать, что говорит блаженный Лука о тех, которые в самом начале обратились к вере. Было, говорит, у всех одно сердце и одна душа. Это значит не то, чтобы все они имели одну только душу, как возможно быть одной душей в различных телах, но показывает нам твердое между ними согласие. Если бы и праведник Авраам не был весьма великодушен и любомудр, то разгневался бы и сказал бы Лоту, что за дерзость такая, как твои домашние осмелились открыть и уста против моих домочадцев. И не подумали они, какое расстояние между нами. Откуда явилось у тебя такое богатство? Не от моей ли заботливости? Кто тебя и в люди вывел? Не я ли, который заменил для тебя всех и показывал во всем отечественную о тебе попечительность? Эту ли награду воздаешь ты мне за многие тебе услуги? Этого ли я надеялся, когда водил тебя всюду с собою? Но пусть ты не взял во внимание ничего и сделанного тебе, мною. Не надлежало ли тебе постыдиться, хотя моей старости и уважить седины мои? Но ты позволил своим пастухам оскорбить моих пастухов, не подумав, что как оскорбление им, причиненное, переходит на меня, так и дерзость твоих пастухов падает на меня. 359. Но праведник не захотел и подумать ничего такого, но отринув всякий подобный помысел, об одном только и старается. Как бы прекратить готовую вспыхнуть ссору? И придумав безобидный способ разлуки, избавить дом свой от всякого беспокойства. Смотри на крото с праведника, показывая лоту на деле, что он делает это не по своей воле и не по желанию отделиться от него. Но вследствие ссоры, и для того, чтобы не было в доме постоянной брани, смотри, как он Аврам своими словами укрощает горячность лота, предоставляет ему полную свободу выбора и предлагает всю землю. Говоря, не ся ли земля перед тобою? Какую ты захочешь, ту и бери себе, а я с великим удовольствием возьму ту, которую ты оставишь мне. Великолюбо мудрее праведника. Ни в чем не хочет он быть в тягость своему племяннику. Так как, говорит он, делается то, чего я не хотел, и так как для прекращения ссоры необходимо нам разлучиться, то я оставляю тебя свободным на выборе и даю тебе полную волю взять себе ту землю, какую почтешь лучшую, а остальную оставить мне. Сделал ли бы кто и для равного себе по возрасту брата то, что патриарх сделал для племянника? Если бы даже и сам он наперед взял выбор и себе взял лучшую часть, и лоту уступил только остальное, то и в этом случае не великое ли он сделал бы дело? Но он, желая показать величие своей добродетели и исполнить желание юноши, чтобы от разлуки их не произошло никакого повода к неудовольствию, предоставляет лоту полную свободу и говорит, вот, вся земля перед тобою, отделись же от меня. Хочешь, возьми, испытав такую кроту со стороны Авраама, племянник должен был бы со своей стороны оказать почтение патриарху и ему, а не себе представить право свободного выбора. Такое ведь обычай у всех нас людей, что когда увидим, что наши противники хотят вступить в спор с нами за что-нибудь и усиливается занять первое место, мы не соглашаемся понести унижение и не уступаем им. А когда увидим, что они уступчивы и ласковыми словами представляют нам полную свободу, так как бы стоясь великой их кротости, мы спорить перестаем и наоборот предоставляем им всю власть, хотя противник наш, по-видимому, был и ниже нас. Так следовало бы и лоту поступить в отношении к патриарху, но как юноша, притом увлекаемый желанием большого, он спешит занять лучшее, как ему казалось, место и сам делает выбор. Лот возвел отчество и увидел всю окрестность Орданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. Видишь необычайно великую добродетель праведника, как он не допустил и дать росток корню зла, но в ту же минуту и истребил то, что готово было возникнуть, употребив при этом великую кротость, обнаружив из любви к добродетели величайшее презрение ко всему другому и показав всем, что для него дороже всякого богатства мир и свобода от распри. Избрал себе Лот всю окрестность Орданскую и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга, чтобы кто не обвинил праведника в несправедливости к Лоту, то есть что уведший его из отеческого дома, приведший в чужую сторону, он отгоняет его теперь от себя, чтобы так же не подумал, кто будто Авраам делает это по вражде к нему, Лоту, чтобы напротив все мы знали, что он поступает так из любви к миру, для этого он и предоставил выбор Лоту, и когда тот взял себе лучшее место, не опечалился. Отсюда уже все мы можем видеть, как сердце праведника было расположено к добру, и к чему стремилась миролюбивая душа его. Впрочем, в этом событии предустроялась и некоторая другая тайна, чтобы то есть вследствие его совершилось многое. Именно, чтобы и Лот узнал на деле, что он незаконно сделал выбор, и жители Содома познали добродетель Лота, и по воспоследствованию разлуки пришло в исполнение данное патриарху обетование Божие, тебе и Хемине твоему дам землю сию. Все это мы, мало-помалу, простираясь вперед, увидим по указанию Божественного Писания. Аврам же стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Видишь ли, Лот обращает внимание только на свойства земли, а не смотрит на злонравие жителей. Какая польза, скажи мне, в тучной, плодоносной земле, когда ее обитатели злонравны? И что за вред от пустыни и от самой бесплодной земли, когда живущая на ней благонравна? Самое главное благо есть благонравие жителей. На Лот смотрел только на одно, на подороде земли. Поэтому-то Писание, желая сделать нам известным злонравие тамошних жителей, и говорит, «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом». То есть весьма многочисленны были грехи их, и нечестие их чрезмерно, почему и прибавило перед Богом. Видишь великость нечестия? Видишь, какое зло гнаться за первыми местами, а не смотреть на истинные пользы? Видишь, что значит кротость, уклонение от первенства и смирения? Вот в следующем поучении мы увидим, что тот, кто избрал лучшие места, не получил от этого никакой пользы. А взявший худшее делался со дня на день славнее, и богатство его со всех сторон увеличивалось, и сам он стал знаменит у всех. 361. Но чтобы не слишком продолжить поучение, на этом остановим слово. А прочее оставим до следующего дня. Попросив вас подражать патриарху и никогда не восхищать первенство, но следовать блаженному Павлу, который говорит, «Почитайте честью друг больше друга». Римном 12.10. «Один больше другого». Старайтесь уничижать себя во всем. Это то самое уничижение и доставляет нам первенство, как и Христос сказал, «Смиряюще себя возвысится, и так, что может сравняться с тем поведением, когда мы, уступая другим первенство, через это сами достигаем большей чести и оказывая другим предпочтение, через это сами себя возводим на высшую почесть. А об этом-то умоляю, будем стараться, чтобы подражать смиренно мудрию патриарха и нам, сущим под благодатью, идти по стопам того, кто еще до закона показал такое любомудрие, подлинно истинное смиренно мудрее, показал этот чудный муж в отношении к человеку, который был гораздо ниже его, не только по добродетели, но и по возрасту, и по всему другому. Подумай только, что старец уступил юноше, дяде, племяннику, человек, заслуживший такое благоволение у Бога, тому, кто не сделал еще ничего великого. Патриарх оказал юноше то, что должен был оказать он, как юноше старцу и дяде своему. Так и мы будем оказывать уважение не одним только высшим нас или равным с нами. Это не было бы смиренно мудрием, потому что, когда кто делает необходимо, должное, то это уже не смиренно мудрие, но долг. Истинное смиренно мудрие в том, когда мы уступаем тем, кто, по-видимому, ниже нас, и оказываем предпочтение тем, кто считается хуже нас. Впрочем, если мы будем рассудительны, то не будем никого и считать ниже нас, но всем людям станем отдавать преимущество перед собою. И это говорю я не о тех из вас, которые погружены в бездну бесчисленных грехов. Нет, пусть кто сознает в себе и бесчисленные совершенства, но если только он не думает о себе как о последнем между всеми, его совершенства не принесут ему никакой пользы. В том-то ведь и состоит смиренно мудрие, когда кто, имея чем превозноситься, уничижает, смиряет и ведет себя скромно. Тогда-то он и восходит на истинную высоту по обетованию Господа, который говорит, смиряющий себя будет возвышен. «Подчимся же все, молю вас, зайти на высоту смиренно мудрия, чтобы заслужить одинаковое с праведником благоволение у владыки и удостоиться неизреченных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok